И у нас сейчас гость, историк, завкафедра иудаики САМГУ, Аркадий Кавельман. Аркадий Бенцович, здравствуйте. Добрый день. Ну вот давно мы не виделись с профессором Кавельманом, на кафедре которого я читаю уж скоро 20 лет на самом деле несчастным студентам, которые потом еще и экзамен должны сдавать. При этом я бы хотел для тех, кто сейчас пишет, все-таки подчеркнуть, что Аркадий Бенцович профессор не является раввином, поэтому талмуд знает хорошо. Ибо далеко не все раввины, вообще-то говоря, знают, что такое талмуд, и вовсе не все из них, он и корпус текстов, а это действительно огромный корпус текстов, в своей жизни способны были читать... А какие же они раввины тогда? А троечники, а не раввины, потому как есть раввины-отличники, есть раввины-хорошисты, а есть троечники, а есть, кстати, и двоечники, ничего. Аркадий, когда это вообще все было написано? Вот никто же этого не знает. Значит, вопрос о том, когда был написан талмуд, он сам по себе в некотором роде, значит, не совсем правильно поставлен. Ну, я немножко издеваюсь над ситуацией. Да, потому что талмуд принадлежит к так называемой устной теории. Вот тут я хотел бы сразу начать с тех самых разоблачений, с которых когда-то начинал Воланд. Обычное представление о биудаизме состоит в том, что иудаизм – это ветхозаветная религия. Вот есть ветхий завет, который в христианстве, за которым следует новый, и евреи до сих пор вот только этот ветхий завет и признают, и вокруг него пляшут. На самом деле, все не совсем так. Во-первых, в иудаизме нет ветхого завета. В иудаизме есть письменная тора, на основе которой, или вариантом которой является христианский ветхий завет. Они не совсем совпадают по составу книг, не совпадают по структуре, но, по крайней мере, это приблизительно один и тот же текст. Так вот, там, где у христиан на фундаменте ветхого завета есть новый завет, и христианство толкует ветхий завет через новый завет, там у евреев существует на фундаменте письменной торы, существует так называемая устная тора, вершиной которой, собственно, является Талмуд. Это самая устная тора вовсе не фольклор и не народные сказки и предания. Это ученейшая, изысканейшая литература, возникшая где-то со II по VII века н.э. на территории римской провинции Палестина и на территории современного Ирака, который евреи по традиции называли Вавилон, Бавль, хотя самого Вавилона там уже не было. То есть, 500 с лишним лет, вообще-то говоря, создавались. Да-да-да, это не книга. Вообще, говорят, Талмуд отрицает, что он книга, и устная тора отрицает, что она книга. Это некий набор текстов, которые существовали в академиях устно, хотя при этом профессора записывали конспекты, и студенты тоже. Но их не принято было публиковать. И это не есть, еще раз говорю, признак фольклорности, это признак, наоборот, высокой философской риторичности. Точно так же можно отнестись к изысканной литературе философской той же эпохи греческой и римской, которая не всегда сразу писалась, а просто потом записывалась с секретарями. Тот же Эпиктет, например, никогда ничего не писал. Вот Талмуд — это не просто два корпуса текстов, палестинский Талмуд и вавилонский Талмуд. Это вдобавок еще и жанр. Это жанр беседы, диалога мудрецов вокруг тех или иных тем, обозначенных в Мишне. А Мишна — это некий корпус текстов. Опять-таки, известен точно год его, приблизительно год его публикации, 200-й год нашей эры, корпус законодательный. Вот Талмуд дискутирует вокруг этого законодательного корпуса, дискутирует и юридически, дискутирует и морально, и словесно. В результате возникает фантастический набор самых разных литературных тем, которые напоминают по стилю позднего Бродского, Кавку и Платона одновременно. Собственно, платоновский диалог в Талмуде присутствует непрерывно. Но это не тот Платон, который дальнобойщики сейчас получили. Нет, нет. Да, я прошу прощения за счастье. На счастье то ли дальнобойщиков, то ли отцов-талмудистов — это не тот Платон. Ну, на самом деле, поэтому все идеи о том, что из Христа распялись за то, что он Талмуд не принял, вообще-то довольно грустное непонимание ситуации, потому что всё-таки при жизни Христа, который, насколько я помню, в Талмуде как минимум в двух местах упомянут, но вот в качестве... Во многих местах упомянут, да. Ну, совершенно точно, Талмуда просто не было. Нет. По определению, никак уж он не мог принимать или не принимать его. Но, опять-таки, собственно говоря, ведь что это с точки зрения физической? Два огромных текста — Иерусалимский и Вавилонский. Вавилонский-то побольше. Побольше. Почему нарицательно стало имя Талмуда? Потому что, ну, полк он у меня, я помню, занимал. Да, он очень велик. Что собой представляет, собственно, Талмуд? Ещё раз говорю, это диалог мудрецов, обсуждение мудрецов тех или иных параграфов Лем Мишны, где говорится о каких-то вот галахичестве. Галаха — это закон, законодательная часть устной Торы. Вот эта законодательная часть устной Торы обсуждается. Я просто дам пример такого обсуждения, чтобы было понятно, как это всё происходит. Допустим, в Торе есть закон, по которому нельзя зажигать огонь в субботу. Возникает галахическое установление о том, что в субботу нельзя ни зажигать огонь, ни его гасить. Но перед наступлением субботы женщины зажигают субботние светильники. Так вот, естественно, поскольку зажигать огонь нельзя, то его тушить нельзя, то нельзя. Однако вдруг Мишна говорит, что можно. Можно, если свет беспокоит больного. Начинается в Талмуде обсуждение этой Лемы Мишны. Вот когда он болен серьёзно, когда он болен несерьёзно, когда можно зажигать. И вдруг, внезапно, великолепная проповедь Раби Танхума, которая, начиная с риторического вопроса, напоминающего вопрос риторический Цицерона в первой речи против Кателины. Доколе Кателина? Здесь спрашивается «О, Соломон, где премудрость твоя? Где разум твой?» Мало того, что твои слова противоречат словам твоего отца Давида, они вдобавок противоречат словам твоим собственным. И дальше начинается сопоставление слов Соломона, сказанных им в «Экклезиасте», в книге библейской «Экклезиаст», со словами его отца Давида, сказанными в «Псалмах». И разворачивается великолепный дискурс, великолепная проза, благоуханная и одновременно чрезвычайно диалектически построенная, метафорическая. Вот это Талмуд. На самом деле, я хотел бы сейчас подчеркнуть, что в античности, по-моему, за исключением евреев, мало кто такого рода вещами вообще занимался, потому что, ну, как-то государство разрушилось. И чем заниматься-то было, когда армии нет, государственных институтов нет, храм разрушен. И вот тут началось то самое, а поговорить, а интернета-то тоже не было. Вот вам и Талмуд. Такие форумы, да. Но при этом сейчас новость. Я напомню, у нас в гостях Аркадий Ковельман, историк завкафедры иудаики Исаи МГУ. Возвращаемся к беседам о Талмуде. Это точно, но перед Талмудом в WhatsApp, они даже почти одинаково звучат. Значит, о люди, которые пишут нам и справедливо негодуют о том, что смс-ки дороги, а WhatsApp мы не зачитываем. Мы не зачитываем его не потому, что мы вас не уважаем. Мы не зачитываем его не для того, чтобы расколоть вас на... Поставить на бабки, как это называется в некоторых кругах нашей Родины, а потому, что нет у нас WhatsApp. Мы лишены WhatsApp, ибо та технологическая коробочка, в которой он был, поломата. Она поломатая, а я её чинить не могу. Я единственное, что с этим могу сделать, я могу там прокатать её через волки прокатного стана. Это непогода, да. С чего её не будет, да? Её чинят, и когда её когда-нибудь починят, если её когда-нибудь починят, то мы обязательно увидим, что вы нам пишете, а пока не можем, и поэтому говорим о Талмуде. На самом деле, а что он есть такое? Сколько это устное, в больших кавычках, потому что я-то видел, что это за устное. Сколько там томов, это же уму непостижимо. Из каких частей он состоит? Ну, как я уже говорил, в Талмуд есть комментарий на Мишну. Мишна состоит из шести разделов, Шиша с Даримом Мишна, шесть разделов Мишны, которые, в свою очередь, состоят из трактатов. Всего насчитывается 63 трактата. Не ко всем трактатам Мишны созданы трактаты Талмуда. Опять-таки, возвращаясь к тому, что Талмуд не книга. В Талмуде нет ни в одном трактате Талмуда, нет ни вступления в обычном смысле этого слова, как постановки проблемы, нет ни заключения, как выводов из вышеизложенного. И для внешнего неквалифицированного взгляда Талмуд представляется некой мешаниной и путаницей. Ну, хаотическое сборище текстов. Хаотическое сборище текстов. Смею вас уверить, что таким же хаотическим сборищем текстов для неквалифицированного взгляда представляются образцы высокой поэзии и высокой философской прозы, начиная от Гиделя и кончая Деридой. Это, на самом деле, очень изящные, тонкие, красиво организованные тексты, но они организованы не по тому принципу, по которому организованы классические европейские тексты. И вот следить за его организацией, это необыкновенно... Талмуд стал необыкновенно популярен, по крайней мере, на Западе, в 70-е и 80-е годы прошлого столетия с торжеством постмодерна. Выяснилась необыкновенная родственность Талмуда постмодерну по своему характеру. Дальше пошли назад к модерну и обнаружили, что, собственно говоря, Кавка писал свои романы почти по Талмуду, что его ментальность талмудическая, хотя он этот самый Талмуд знал достаточно поверхностно. А затем подумали, что, может быть, у Эйнштейна ментальность была талмудическая, уж настолько она полна противоречий, и у Мандельштама некоторое влияние Талмуда ощущается. Но уж совсем трудно себе представить влияние Талмуда у Бродского, который никогда никакого Талмуда не изучал, и, тем не менее, особенно его поздняя поэзия обнаруживает такой талмудический стиль мышления, который, конечно, не кроется в генетике, но кроется в еврейской культуре. На самом деле, безумно интересные кусочки этих текстов ведь несут историческую информацию, потому что создавались они в период поздней античности, раннего Средневековья, и иногда оттуда можно выловить какие-то вещи, которые просто не откуда взять. Но, насколько я понимаю, когда вот спрашивают о нас, спрашивают, нет ли аудиокниг по Талмуду, что есть абсолютно, ну, хороших точно нет, и ты правильно это сказал, но с какого возраста надо им заниматься, а вообще-то он не по-русски написан. Он не по-русски написан, мало того, он написан и не по-еврейски, если уж так говорить, да? То есть, это иврит, либо это иврит-мешнаит, то есть, мешнаитский иврит, поздний античный иврит, который отличается от иврита Библии, либо это арамейский, причём это разные диалекты арамейского, арамейский вавилонский, арамейский палестинский, но и тот, и другой, и ивриты-арамейские необыкновенно замусорены, пересыпаны латинскими и греческими словами, поскольку это, в сущности, суржик, это тот язык, на котором разговаривали тогда на Ближнем Востоке. И чтобы понимать этот язык, а вдобавок ещё и слова на форситу даже, типа слово амбар, которое у нас амбар, и тогда амбар. Вот чтобы понимать весь этот амбар, понимать весь этот суржик, желательно обладать квалификацией, которую я, вероятно, тоже не вполне обладаю, можно только мечтать о такого рода обладании. — Ну, на самом деле, то есть для этого надо знать, соответственно, и всё-таки иврит в вариациях исторических, это надо представлять себе арамейский в разных вариантах, лингвистических, это надо знать латынь, греческий, соответственно, и прочие языки вроде действительно форсии того периода. Поздравляю насчёт Талмуда, то есть можно дешевле застрелиться, чем, вообще-то говоря, с моей точки зрения, выучить, чего надо. — А в Талмуде перевода нет? — Что касается переводов, конечно, на европейские языки переводы есть. Что касается русского языка, полного перевода Талмуда на русский язык нет. — До сих пор причём. — До сих пор. Есть перевод некоторых трактатов, есть антология о годы, которую мы когда-то с Урегершовичем делали для Штайнзельца под редакцией академика Веренцева. Совершенно парадоксальные, удивительные вещи люди, которые обожают Аверенцева и знают чуть ли не каждую его статью, не подозревают, что последней работой Сергея Сергеевича в сущности было редактирование этого огромного трёхтомника. С переводами Талмуда очень тяжело, хотя бы потому, что, как я уже сказал, Талмуд — это великолепное художественное целое. Чтобы переводить это великолепное художественное целое, надо хоть как-то обладать литературным талантом. И с этим, конечно, проблема, потому что это, более того, это где-то между прозой и поэзией. И вот неквалифицированный, неквалифицированный в художественном смысле перевод не передаёт смысл этого текста, потому что смысл этого текста заключается не только в реалиях, но и в эстетике. — На самом деле, тут вопрос пришёл замечательный. О том, для чего столько человек бесполезного навыдумывал. Хлеб есть, дети есть, жена есть и т.д. Коля — слесарь. И тут, наверное, профессор, без вас я отвечу, как Женя Металлург. Я бы даже сказал, подкрановый рабочий. — Женя Металлург отвечает, Коля Слесаря. — Да, да. Но это очень по-человечески. Вот объяснить, зачем человеку литература, искусство, во всем его многообразии, включая музыку, балет, оперу, я лично не могу. Я человек крайне примитивный, мне до сих пор корида интереснее, чем классическая опера. Но значит ли это, что так должно быть со всеми? Вот я сходил на корриду, у меня там в Испании кошелёк попёрли, и действительно, мне было интересно, там были такие приключения, замораживать кредитные карточки, выживать вот оставшиеся две недели. А на оперу меня затаскивали-затаскивали, никаких приключений, ни разу на самом деле даже без кошелька не остался. Зачем людям такие скучные вещи? Ну, человек вот, такая скотина, был бы обезьяной, скакал бы по деревьям, грыз какие-нибудь фрукты, и иногда птичку ловил. Никого Талмуда действительно не надо, вообще ничего не надо. А кто сейчас изучает Талмуд? Ну, сейчас изучает Талмуд в университетах почти все, сколько-нибудь серьёзные университеты на Западе, уже теперь у нас, имеют кафедры или программы, это называется Jewish Studies или иудаика. Их изучает, кроме того, Талмуд изучает традиционным образом в ешивах. Но я бы хотел вернуться к тому, что сказал Евгений Янович, зачем всё это нужно. Талмуд создавался в позднеантичную эпоху. Ещё до того, как начал создаваться собственно Талмуд, возникла устная Тора. И вот это возникновение устной Торы, это была варка бульона. В еврейском обществе и в диаспоре, и в самой Иудее, вот варился этот необыкновенно насыщенный бульон, выплёскивающийся в самые разные стороны. Одним из выплесков этого бульона было в сущности христианство. Потому что то, что вы читаете в Новом Завете, в особенности в посланиях Павла, но и в Евангелиях, это устная Тора. Это вот по структуре своей, это притчи Иисуса, которым вы найдёте полную аналогию в Талмуде. Там такого рода притчи, иногда совпадающих буквально с притчами Иисуса множество. Вы найдёте умозаключения и толкования Торы у апостола Павла, которые дословно совпадают с толкованиями и умозаключениями в Талмуде, и которые основаны на тех или иных библейских текстах. Например, знаменитое умозаключение Павла, почему христиане не должны соблюдать шаббат. Казалось бы, оно не имеет ничего общего с Талмудом, который говорит, что нет, обязательно надо соблюдать. Но в Талмуде вы находите тот же ход мысли, исходящий из слов Псалма, «между мёртвыми свободны». «Бэймитым хофши». Человек, когда умирает, свободен от Торы и от заповедей. А далее апостол Павел говорит, «когда мы умерли вместе с Иисусом, мы освободились от Торы и от заповедей, не должны их соблюдать». Это та же логика. Павел был необыкновенно изощрённым толмудистом, несмотря на то, что Талмуда в его времена ещё не было. Он был учеником Гамлеэля Старого, одного из руководителей фарисейских школ того времени. И вот эта квалификация, она чувствуется в его посланиях. На самом деле, еврейская теология и христианская теология в начальне свой период, как минимум, весьма близки. Но, скорее всего, и даже не в начальне, потому что непрерывные диспуты христианских иерархов и еврейских продолжались, в том числе и в не самые благостные времена для евреев Европы. И в этом плане, я уж не знаю, были ли диспуты между исламскими теологами и еврейскими, но христианскими совершенно точно были, да и во времена инквизиции они тоже происходили. Другое дело, что непременно нужно было, чтобы всё-таки побеждал в диспутах, кто должен победить, а иначе было как-то очень грустно. Но тоже есть такое дело. Ну, надо понимать, что, собственно, в момент возникновения христианства не было христианской и еврейской теологии. Собственно, была просто еврейской, которая, правда, не была теологией в современном смысле слова, но христиане были еврейской сектой. Потом, как я уже сказал, это выплеснулось наружу, и когда оно выплеснулось наружу, оно соединилось с греческой и римской философией, которая проникала также и в иудаизм до возникновения, опять-таки, христианства, но проникала в основном в диаспоральный иудаизм. В христианстве вот эти основы, устные торы, которые содержатся уже в Новом Завете, они пошли в одну сторону, тогда как в иудаизме всё это пошло в другую сторону. В результате мы получили две религии. Но, конечно, у этих религий переплетаются и корни, переплетаются и ветки, и листья. Это родственные религии. Все три религии, собственно, которые мы называем авраамическими, родственные. Это ислам, христианство и иудаизм. Если вы почитаете Коран, вы опять-таки обнаружите там сюжеты устной торы, сюжеты Талмуда. Там масса сказаний, которые просто дословно совпадают с Талмудами. И это, естественно, поскольку Мухаммад знал в какой-то степени талмудическую еврейскую традицию. Сделаем паузу. Да, Аркадий Венционович, напоминаю, у нас в гостях Аркадий Кавельман, завкафедра иудаики САМГУ. Московская область спрашивает, если можно, главную мысль Талмуда, чтобы зерно уной философии в уме зафиксировалось. Ибо много томов не останутся. В уме сразу, это точно. Аня. Аня, отвечаю. В трактате «Шаббат» рассказывается о двух фарисейских законоучителях. Одного звали Елель, а другого звали Шамай. И жили они при Ироде Великом, то есть в поколении, предшествующем Иисусу. Так вот, некий язычник пришёл к Шамаю и попросил ему Аль-Рега-Лехат на одной ноге рассказать ему всю Тору. Шамай, который был плотником, прогнал его плотницким метром. Он был известен своей вспыльчивостью. Тогда этот язычник отправился и к Елелю, который был известен своим терпением и добродушием. И попросил его то же самое. Изложи мне на одной ноге всю Тору. На что Елель ему спокойно сказал. Вот как не хочешь, чтобы с тобой не поступали, так и ты не поступай с другими. Это вся Тора. А остальное комментарий. Иди и учи. Добавлю, что это в несколько иной формулировке. Как вы хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступаете с другими. Есть золотое правило. Так называемое золотое правило Иисуса. На самом деле, чем занимался Елель в обычной жизни, заработывая на хлеб свой горький? Ну, про него рассказывали, что он торговал дровишками. Но я думаю, что это, скорее всего, позднее сказание. По всей видимости, Елель принадлежал к тем диаспоральным аристократам, которые Ирод приглашал из Александрии и из Вавилонии, чтобы чуть-чуть потеснить старую аристократию, которая ему мешала. Ну, на самом деле, это вовсе не противоречит тому, чтобы человек и был бизнес по торговле дровами. То есть, диферсифицировал. На самом деле, у меня ощущение очень странное в этой ситуации, потому что по огромному количеству великих ученых еврейской античности и Средневековья, в том числе имеющих отношение к Талмуду, создававших корпусы текстов, которые в Талмуд вошли, либо комментировавших, просто известно, чем они занимались. Причем профессии там кузнец, пастух-овец. Да, сколько угодно. Ну, правда, и там, конечно, процветала семейственность, потому что был сын Равина такой-то, сын Равина такой-то, и даже в Талмуде есть рассуждение, а почему, собственно, одни праведники страдают при жизни, а другие нет. Ну, наверное, это был праведник, сын праведника, а этот вот праведник, сын мерзавца, поэтому он, может быть, и страдает. Это для них была большая проблема. Но, конечно, в Талмуде есть множество, упомянуто множество мудрецов, которые занимались самыми обычными профессиями, в лучшем случае переписч и торы, и в свободное от работы время, собственно, изучали тору. И надо сказать, что в одном из трактатов Мишны содержится правило, не делая из Толмуда, не делая из торы заступ, не зарабатывая себе ею на жизнь. Запрещалось, попросту говоря, брать деньги за обучение торы. А что ж они жили, эти люди, которые занимались таки этим? Ну, либо на деньги, которые папа оставил, либо приторговывая дровишками, или изготавливая иголки, или переписывая тору. Это иногда помогало. Раби Мир, например, оказавшись где-то в Малой Азии среди абсолютно необразованных диаспоральных евреев, где не было свитков торы, будучи переписчиком торы, написал целый свиток из памяти. А переписка разве не зарабатывание на торе? Нет? Нет, переписка – это абсолютно техническая вещь. Писец, он существовали, в античности существовали скриптории, где трудились профессиональные переписчики. Это было вот издание книг. Ну, античная машинистка, да? Вот компьютер издательства. Да, 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 что же делать. Господи, наборщик текстов в издательстве. Вот в Эксмол. Человек, который набирает корпус текста перед тем, как его в типографию послать. Он чего делает? Ну, технически работник. И это сильно отличалось от сам издата, который был корявым почерком, совершенно некрасивым у этих профессиональных, красивый почерк. А при этом, когда, собственно говоря, их начали публиковать? Ведь мы знаем, ну, старопечатные какие-то вещи сохранились сравнительно недавние. Нет, что касается публикации, как Мишну, например, опубликовали в районе 200-го года устно. И существовали люди, которых называли, попросту говоря, амара. Они были живыми магнитофонами. Наизусть вызубривали леммы Мишны и мудрецы, настоящие мудрецы, которые, конечно, не так сильно тренировали свою память, как мышление. Они могли подозвать этого юношу и сказать ему, ну, юноша, так сказать, в возрасте вполне, а ну-ка, любезный, а скажи-ка мне, что сказал Раби Мир по поводу того-то и того-то. Зазубривали вообще в древности люди гораздо больше, чем сейчас помнили наизусть. Не только среди евреев, но и среди греков и римлян, и среди арабов. Впоследствии постепенно, как я уже сказал, делали конспекты. Были стенографы, их называли тахюграфы, быстрые песцы. Известно, что Оригену, одному из отцов церкви, некая Матрона подарила целых шесть рабов тахюграфы, которые за ним записывали. Записывали на восковых табличках, не на дорогостоящем пергаменте свитках из выделанной кожи, но на табличках. Впоследствии уже, начиная где-то с VII-VIII веков, постепенно начали записывать на кодексах. Нам трудно сказать, когда это в действительности произошло. Ну, а в эпоху книгопечатания начали печатать. Начали печатать с разрешения Папы Римского. Печатали одни... Евреи одними из первых начали печатать свои книги, печатать Талмуд, встретившись при этом с самой жестокой и внутренней, и внешней христианской цензурой. Надо сказать, что сейчас существует два типа публикаций устной Торы. Это традиционные публикации, которые воспроизводят старопечатные книги, эволюционирующие из века в век и достигшие идеальной чистоты в типографии Вильна, вдова Роме, сыновья, и академические, научные, критические издания, которые с рукописей публикуются. До сих пор нет ни одного полного издания научного критического Талмуда. Вот этот самый тяжкий груз не поднят университетами, не поднят кафедрами. Это действительно проблема. Ну, насколько я понимаю, его нет просто нигде. Его нет, нет, просто никто не взялся. Отдельные трактаты Талмуда опубликованы вот таким вот образом, но Талмуд в целом нет. Сколько там томов? Ты не вспомнишь в Вавилонском, в Иерусалимском Талмуде? Томов, вот я сказал, 63 трактата Мишны, но не ко всем им есть трактаты Талмуда в Вавилонском и Палестинском. Я не помню сейчас точно, сколько... Комментарии, типа комментарии в Раши, это отдельно? Это, то есть, это комментарии Раши включается обычно в издание Талмуда, начиная со средних веков. Собственно, лист Талмуда представляет собой интересную картинку. В центре его Мишна и, собственно, сам Талмуд. Вот леммы Мишны, и за ней идет комментарий, обсуждение этой леммы мудрецами, это так называемая Гмара или Талмуд как таковой. По полям вокруг этой самой картинки располагаются средневековые комментарии. Ближе к обрезу располагаются комментарии Раши. Далее, с другой стороны, располагаются комментарии в арабских рукописях, затем в христианских рукописях, но именно в рукописях Талмуда, а затем в печатных изданиях Талмуда вот она приобрела такой сумасшедший, необыкновенно красивый и запутанный вид. В действительности во всей этой запутанности есть логика, в которой можно разобраться. Акадий Абинсоныч радует вот тогда все запутано, да? Конечно, конечно. Это необыкновенный кайф распутывать. А кроссвордов же тоже не было. Это то, чем занимается собственно вся гуманитарная наука в мире. Она распутывает. Ну, если я правильно все-таки понимаю, то средневековых Талмудов у нас не осталось. Их уничтожали во времена инквизиции. Нет, они есть. Есть рукописи. Есть средневековые рукописи, хранящиеся в разных библиотеках. Они изучаются. Эти рукописи расходятся в каких-то деталях. В том-то и дело, что критическое издание должно учитывать все расхождения. Что вот, допустим, в таком-то, значит, в таком-то варианте рукописи такое-то слово, в другом-то, оно немножко другое и так далее. Но вот, как я уже сказал, полного критического издания Талмуда нет. А печатные издания Талмуда, традиционные, когда они в 16 веке создавались, они создавались не критически, путем значительной степени синтеза, когда соединялись версии одной рукописи с версией другой рукописи. И многие из тех версий, которые тогда использовались, с тех пор сгорели, исчезли. И в результате этот старый печатный текст, он представляет собой отдельный текст Талмуда, отдельное издание, которое так и называется обычно печатным текстом, в отличие от рукописного. Я правильно понимаю, что параллельно в ту эпоху мало что, вообще-то говоря, аналогичного создавалось? Создавалось. Параллельно в ту эпоху... А что осталось? Прежде всего, в христианстве осталось, кроме Нового Завета, конечно, создавалась литература отцов церкви. Литература отцов церкви создавалась тогда же, когда создавался Талмуд. И в значительной степени параллельно Талмуду. В Талмуде есть отзвуки литературы отцов церкви, а в литературе отцов церкви, в писаниях их, есть отзвуки Талмуда. Допустим, такой виднейший богослов, как Ориген, общался с учеными рабби в Кесарии Приморской, столице римской провинции Палестина. Мы предполагаем, по-видимому, что он общался с рабби Гошая Рабба. И отзвуки этого общения есть и в Талмуде, и у Оригена. Он об этом говорит. Переводчик Библии на латинский язык Иеронимис Карди очень тесно общался, опять-таки, с еврейскими мудрецами, поскольку он переводил не с греческого, он переводил с евритой и арамейского. И отдельные его толкования включены в его комментарии к Торе. По строю мыслей литература отцов церкви естественно отличается от Талмуда. По литературной форме она очень сильно отличается. Но пересечения есть. Пересечения многочисленные, а главное, по функции Талмуд необыкновенно близок к литературе отцов церкви. И то, и другое есть осмысление Библии, осмысление Торы. И вот тут вопрос, который я перед новостями из Санкт-Петербурга, скажите хоть одну мудру мысль для понимания, спасибо. О чем мы хоть одно слово непонятное сейчас сказали люди из Санкт-Петербурга? Сделаем небольшую паузу, я напомню, у нас в гостях Аркадий Кавельман, завкафедра иудаики с АМГУ. Вопрос о том, насколько знание теологических нюансов значительно для обывателя. Смотрите, я в качестве обывателя, ну, а я бываю обывателем достаточно часто в своей жизни, мне всегда хватало, начиная с института, про школу это отдельная тема, тут еще, умение не промахиваться по уху, понимать, что выпивая стакан самогонки залпом и занюхивая рукавом все-таки дальше нужно хорошо закусить, я совершенно сейчас серьезен, потому что как же мы без этого по воскресеньям садиться заниматься, уроки делать было просто в общежитии не очень понятно как. Да что вы. Да, конечно. Самогон в школе, Евгений Иванович? В институте. А, в институте. Но, извините, с первого года, это был институт стали и сплавов, поэтому граненый стакан с самогонкой, налитый в склень, все нормально, но обязательно сковорода с жареной картошкой, с капустой, которая все будет любезен, причем жировая оболочка, она предохраняет от алкогольного отравления. А, кроме того, понимание того, что если ты встретился в переулке с группой недобро настроенных товарищей, то нечего стесняться, лучшее оружие каратиста это длинные ноги. Но, ежели с тобой девушка, тогда главное стряхнуть ее с руки и пусть она все-таки эти ноги делает, а ты уж там отбивайся. Вот как обывателю мне этого более чем хватило. Какие-то следующие понимания того, как надо работать в той или другой ситуации, там, с арматурой или еще чего, это уже потом пришло на заводе. Но, когда я отхожу в сторону от того, что вот есть, тогда начинается просто любопытство. Я вообще очень любопытный человек. Ну, любопытно, как мир устроен. Любопытно, разное. И вот здесь одной из частей этого, достаточно поздно для меня, явилось понимание того, что есть такая смешная штука академической иудайка и науки, вот о которых мы сейчас говорим. И тут, Аркадий Бенсонич, вопрос, который нам задали, даже два вопроса, о связи Талмуда с арабской теологией и философией и зероастризмом. Ну, что касается зероастризма, я просто напомню то, что я уже говорил, что вавилонский Талмуд возник в Вавилоне, не в том самом Вавилоне, где правил царь Новоходоносор, а в современном, на территории современного Ирака, древней Месопотамии, где уже вавилона не было, но была провинция Сосанитской империи, Персидской империи, и господствующей религией был зероастризм, а вот евреи и христиане были религиозным меньшинством, их время от времени преследовали, больше преследовали христиан, потому что они были пятой колонной соседней Византийской империи, меньше преследовали евреев, но тоже преследовали, был конфликт по поводу того, что, допустим, евреи зарывали своих мертвецов, в землю, а земля, с точки зрения зероастрицев, это священная вещь, и нефига ее поганить. Вот. Поэтому отношение к зероастризму в Талмуде, в общем-то, отрицательное, само собой, кроме того, что это вода зора, то есть чужой культ. Что касается арабского богословия, арабской философии, арабская философия возникает после Талмуда. Собственно, она возникает на почве греческой философии, как результат перевода на арабский язык греческих философских сочинений Аристотеля в первую очередь, и первое течение, собственно говоря, это аристотилизм в арабской философии, самое важное. И вот после Талмуда и в иудаизме начинается увлечение философии, и в иудаизме возникают опять-таки уже под влиянием арабской философии великие философы, такие как Маймонит, который относился к арабской философии с глубоким уважением и необыкновенно любил ее. Арабская поэзия опять-таки влияет существенным образом на еврейскую поэзию. Ну вот уже в свою очередь когда создавался собственно ислам до арабской философии, то при своем возникновении ислам в значительной степени получил вливание воздействия со стороны если не напрямую Талмуда, то талмудических сказаний, которые циркулировали в Аравии. Так что связи здесь более чем примут. Разрешите вопрос. А вот смотрите, со 2 по 7 век писался Талмуд, а дальше все растолковали? Не писался, он наполнялся, он создавался. Далее почему ничего не происходит? И сейчас уже все растолковали, все понятно? в истории происходят так называемые литературные революции. Допустим, вот древнерусская литература в 18 веке в общем-то кончилась. На ее место встала совершенно другая петербургская литература, которую в свою очередь оказалась в состоянии страшного кризиса после Великой Октябрьской социалистической революции. Мы знаем, что произошло с русской литературой в 90-е годы, когда опять-таки произошел перелом, произошла литературная революция, в сущности, которая продолжается по сей день, мы не знаем ее результатов. Так вот, до возникновения устной торы, когда она только начала возникать, в кризисе оказалась, собственно, библейская литература. Начиная к первому веку нашей эры, стало практически невозможно писать так, как писалась Библия. Этот, тот стиль, то мышление, которое заложено в Библии, оно не могло продолжаться так, как оно существовало. И это прекрасно понимали, кстати, талмудисты, которые говорили о том, что пророчество иссякло. То ли оно иссякло про Александре Македонском, то ли оно иссякло после разрушения второго храма, но вот оно иссякло. Значит, с Библией все, библейская литература закончилась, произошла гигантская литературная революция, в результате которой возникла Тора, устная Тора. Но вот и устная Тора, по всей видимости, к моменту арабского завоевания, и там началась другая еврейская литература вышла совсем другой. Она уже не могла продолжаться такой, какой она была со второго по седьмой век. Приблизительно в этом же духе развивалась, кстати сказать, литература греческая и римская. С ней так же, о чем писал Бахтин, в районе первого-второго века нашей эры совершилась литературная революция, когда на место старых жанров, трагедии, комедии и прочих возник роман, возник античный роман, синтетический жанр, кстати сказать, Талмуд тоже синтетический жанр. На самом деле, новое время новые песни, да, вот такой короткий. А вот это, ребят, ну, примерно так, да, потому что, на самом деле, мы на каких-то отдельных примерах понимаем, как развивалось человечество, человеческая мысль. Почему? Ну, наверное, никто не скажет, почему та или другая эпоха заканчивается именно в это время и начинается новая эпоха. Мы можем зафиксировать, что это так. Ну, наверное, историки имеют свои версии, почему та или иная эпоха заканчивается, они могут привести вам много аргументов, но, к сожалению, историки – это пророки, которые прелицают прошлое, а не будущее. Поэтому они всегда уже имеют дело с совершившимся фактом. И невозможно проверить, на самом деле, их объяснение постфактум, они верны или не верны, потому что всегда возможен другой вариант. Я, как ты, общаясь иногда с историками, понимаю, что вообще ответить на вопрос, почему еще фактор личности в истории. Если у вас нет Чингисхана или Александра Македонска, а если у вас именно в этот период не существует Карл Великий, а существует кто-то другой, и вся история может в этом регионе пойти другим путем. Наверное, на Австралию он точно не влияет, или на ситуацию на американском континенте, а вот на европейскую, да еще как влияет. Ну, я бы, честно говоря, все-таки поддержал Карла Маркса, который считал, что было бы дело, а человек найдется. Пусть это будет не Наполеон Бонапарт, а кто-то другой, но кто-то такой найдется. У нас, кстати, спрашивают о том, а будет ли передача о марксизме и ленинизме хорошая идея. Вообще-то говоря... Я бы очень советовал. Я бы очень советовал. Надо сказать, что в те времена, когда... во времена, которые Астап Бендер называл временами исторического материализма, в те времена я этот исторический материализм сильно недолюбливал, а когда эти времена закончились, я его даже стал не то чтобы любить, но относиться к нему с симпатией, поскольку, по крайней мере, это была философия. Это была уважаемая философия 19 века, когда на ее смену пришел Дитти Венегрет, наполненный всякого рода суевериями и еще бог знает чем, и студенты мои просто в этом Венегрете путаются. Непонятно, то ли там, где Вернадский, то ли там Кант, и скорее известен Вернадский, чем Кант. То ли Фоменко с Насовским, то ли Фоменко, то ли Ксения Собчак. Да, то есть... Ну, примерно так. То есть, мне стало безумно жалко исторического материализма. Ну, кстати говоря, я в свое время очень много просто пересчитывал, чего никто не делал, поскольку, ну, скучно было смотреть на эти тома, полное собрание сочинений Маркса и Энгельса, и это было безумно интересно. А потом, вот здоровенное синее полное собрание сочинений Ленина, при всех там, да, купюрах, которые были, извините, а журналистика фантастическая. Безусловно. Это действительно интересно. Безусловно. И в этом плане тут есть о чем поговорить без всякого юмора. Очень талантливые люди, очень талантливые люди, блестящие люди с необыкновенно ярким мышлением. Ну, да, потому что мы как-то больше на эту тему ёрничаем. Евгений Иванович, то есть, обещаем слушателям, да, про марксизм, Я точно обещаю, потому что, ну, это, там есть о чем поговорить, не о марксизме, да, можно и о марксизме, конечно, но на самом деле о том, что писали Маркс и Энгельс по-настоящему, ведь знают очень мало. Есть краткий курс чего-нибудь, о чем-нибудь, кем-нибудь, составленный по какому-нибудь поводу, а это ведь одно из наиболее интересных течений ну, человеческой мысли нового времени. Иначе, как минимум, оное учение не стало бы руководящим на таких гигантских просторах и у такого количества сотен и сотен миллионов людей. Я бы посоветовал поговорить о марксизме и нет шанс. Эти две философии, оказались самое большое влияние на историю двадцатого столетия, переплетаясь друг с другом, отталкиваясь друг от друга, мы можем заметить у Ленина и то, и другое, и марксизм, и нет шансства. Ну, про Ницше вообще мало кто что-то помнит, хотя это ты абсолютно прав. Так что когда-нибудь это будет, слушатели, готовьтесь. Огромное спасибо. Мы, к сожалению, время так идет неумолимо, а я тебе морочу голову еще и вопросами, что оно практически ушло, но завтра мы еще встретимся. Спасибо большое. У нас в гостях был Аркадий Ковельман, завкафедра иудаики ИСА МГУ. Аркадий Бенцонович, спасибо большое. Спасибо вам.